В состав конкурсной комиссии по определению перевозчика, которую возглавил заместитель городского головы Черноморска Юрий Круг, вошли представители исполнительных органов горсовета, правоохранительных органов, общественных организаций и депутатского корпуса. Согласно регламенту, были вскрыты конверты с документами компаний-претендентов на право осуществления пассажирских перевозок, компаний «Ильичевск Автотранс» и «Швыдки снеавтомобильные маршруты». С обращением к членам комиссии выступили представители одного из перевозчиков и депутат горсовета Василий Бугайчук, которые высказали сомнения в законности участия в конкурсе предприятия «ШАМ». Также были озвучены претензии по поводу персонального состава комиссии. Глава конкурсной комиссии Юрий Круг подчеркнул, что замечаний по поводу состава комиссии в адрес исполнительных органов власти не поступало. На исполкоме ни одного вопроса по составу членов комиссии не задавалось. То есть ни вас не было, я не знаю, кто там еще должен был быть, но на исполком выносился этот вопрос. В своем выступлении депутат также обратился к членам комиссии с просьбой взвешенно подойти к принятию решения. «Если сейчас общественники поднимают такие вопросы к домам, присмотритесь то, что время другое, абсолютно другое. Уже нет того, что было раньше. В конце концов за это платятся. Платятся в первую очередь сначала от обычных водителей, которые пострадали, которые приходили, перекрывали дорогу. А в конечном итоге, конечно, можете добраться до вас. Есть побратимы, которые сейчас у нас на связи, они все прекрасно понимают, что сегодня происходит. Пока воюют ребята, тыловые крысы просто занимаются фальсификацией. Это ни в коем случае не ваша сторона. Я просто сказал такие фразы, которые меня попросили в городе передать. Это ребята, которые сейчас находятся на передовой. Представитель рабочего органа, директор научно-производственного центра «Экономинформ» Георгий Хаскин высказал свою точку зрения по поводу замечаний о нарушении условий конкурса в части использования предприятия МШАМ, заявленных на конкурс единиц автотранспорта, на других маршрутах. Автобусы предприятия не проставлены. Любые автобусы, задействованные предприятия, используются таким или иным образом на маршрутах, иначе не забывайте, что у нас частные предприятия, это коммерческая республика. О чем идет речь? О том, что нельзя заявлять автобусы, которые заявлены на один маршрут, нельзя заявлять на другую. Постановой 10.81 предусмотрено наличие обезличенного, подчеркиваю, обезличенного резерва. Указан нижний его предел. Мы проверили на одесских маршрутах, на которых работает сам, тех автобусов, которые есть в этой заявке, не заявлены. Своё мнение о возможном предвзятом отношении некоторых общественников к деятельности предприятия высказал представитель швыдкисных автомобильных маршрутов. Я гражданин Авдеевки, который, вы знаете, все города Авдеевки, являюсь сотрудником, устроился на предприятие ШАМ. Мы с любого можем поливать грязью. Правильно же? Ну, надо же факты. Я считаю, что незаслуженно было всё, что оскорбление на предприятие ШАМ, оно было незаслуженно. Если есть возможность, да, разберитесь, посмотрите и примите соответствующее решение. Результаты заседания конкурсной комиссии по определению перевозчика прокомментировал заместитель председателя комиссии Олег Полищук. Мы рассматривали на данной конкурсной комиссии вопрос, кому достанется перевозчику, какому из перевозчиков достанется единичка, 11-й и 12-й маршрут. Решение комиссии было таковым. Пять человек было за, два воздержались, в том числе и я. Она выиграла товариство ШАМ, шведки автобусные маршруты. С точки зрения результатов конкурса, я хочу сказать, что это неоднозначные результаты, в связи с тем, что есть обстоятельства, которые предоставил господин Бугайчук Василий Васильевич. И он говорит о том, что есть неосприимые доказательства того, что маршруты, которые используются, будут, вернее, использованы на маршрутах 11-1 и 12-м, в данный момент используются в городе Одессе. Если данные факты подтвердятся, а заявление Василия Васильевича Бугачука было написано на имя председателя нашего конкурсной комиссии, на имя Крука Юрия Юрьевича, то исполнительная власть имеет право не заключать договор на перевозку по данным маршрутам. Договор с будущим перевозчиком будет заключен после проверки всех заявленных фактов о нарушениях. Для этого у исполнительной власти есть 30 дней.